Измененный ум. Ваш ум был изменен. Вы можете не осознавать этого, но Бог изменяет ваш ум. Также есть противостояние измененному уму. Бог изменяет ваш ум в то время, как мы живем в этом мире. Он делает это Духом Святым. Это происходит мало-помалу. Затем вы начинаете понимать лучше духовные вещи, изучать Библию. Вы изучаете Библию и познаете истину. По своей человеческой природе у вас нет истины. Мы должны быть рожденными свыше, чтобы получить истину. Она должна быть дана нам, даром благодати от Бога. Это должно быть Его волей, потому что Бог отдал Сына Своего, чтобы мы были рождены свыше. После нашего рождения свыше наш ум стал изменяться. Не знаю, как насчет вас, но мой ум может думать мыслями Бога, а затем думать плотскими мыслями. Я могу понимать серьезные вещи о себе во Христе, но также думать мыслями праха в яме отчаяния, неверия, вины и разочарования. Бог дал нам дар в Римлянам, 12 глава, 2 стих, обновленный ум. Не происходит так, что ваш ум изменен во мгновение ока и запечатлен до конца вашей жизни. Мой ум меняется, но у меня остается способность верить лжи, думать мыслями из мусорной кучи, но мой ум продолжает обновляться и обновляется. Нарисуем картину. Вот человек с измененным умом. Что же меняется в его уме? Какие изменения происходят в его уме? Первое направление изменения моих мыслей – это Бог. Я боялся Бога до тех пор, пока Христос не вошел в мою жизнь. Когда Он вошел в мою жизнь, я начал любить Бога. Я понял, что Он любит меня. Было время, когда я верил в Бога, но боялся Его и не хотел Его, потому что я не знал, кто Он. Затем я стал взывать к Нему «Абва Отче», Духом Божьим. «Папа! Папа! Отец! Боже мой! Иисус!» Помнив, в Пенсильвании, я встретил одного дальнобойщика, шофера. Он был весь зататуированный. Он сидел за столом. Огромный такой парень. Я подошел к нему с трактатом и с осторожностью протянул его ему. Он взял трактат, посмотрел на меня и сказал, «Я спасенный человек». Я спросил его, «Где ты принял Христа?» Он ответил, «В тюрьме». Я продолжал, «Что же первое изменилось в вашей жизни?» Он сказал, «Я получил покой. У меня есть покой. Я еду на моей машине и просто говорю, «Иисус! Иисус!» Я повторяю Его имя весь день. Он дал мне покой. Что произошло с Ним? Бог спас его и изменил его ум о Боге. Оказывается, Бог мой друг. Бог любит меня. Он мой отец. Второе. Мы меняем наши мысли о самих себе. Правда? Мы начинаем нравиться себе. Водитель грузовика в тюрьме стал любить самого себя. Большая проблема у людей, что мы так часто разочарованы собой из-за того, что мы сделали, из-за наших падений и из-за того, что мы не сделали. Но мы начинаем понимать, что Бог любит меня, Он простил меня и не вспомнит ни одного из моих грехов. Мне тоже не нужно помнить их. Они были брошены в пучину морскую. Он удалил наши грехи от нас, как восток от запада. Он бросил грехи наши за свой хребет. Их никогда и никто не найдет. И Бог не помнит их. Например, я недавно согрешил. Интересно, кто из вас может так сказать? Я не говорю вам, что это был за грех. И вам не советую говорить. Я могу говорить о своем грехе только с теми, кто может быть моим покрытием и в ком я уверен. Если вы не можете сказать, я согрешил, то мне нечего сказать вам. Думаю, что говорить такие слова неплохо. Я подумал, «Господи, когда я умру и пойду на небеса, Ты расскажешь на небесах о моих грехах? Что я сделал в прошлый четверг? Ты расскажешь всем, какой я лицемер? Ты расскажешь всем, как я подвел тебя? Что же я ответил себе? Вспомнит ли он мои грехи на небесах? Нет. Почему же тогда он говорит в Матфея 11, что мы дадим отчет за всякое слово, сказанное на земле? Как же понимать, когда он говорит, «Все тайное станет явным»? Почему он так говорит? Это потому, что в отношении неверующего книги будут открыты, книги, где описаны их дела и слова, и они будут судимы по написанному в этих книгах. Какая же книга открыта в отношении верующего? Книга жизни. Ваше имя в книге жизни, и в ней никакого упоминания о вашем грехе и о том, что вы сделали. Есть и другая книга, памятная книга. Она всегда пишется, когда мы собираемся вместе, как этим утром. Мы, боящиеся Бога, мы слушаем Его Слово. И это пишется в памятной книге, которая на небесах. Третье. Также Бог изменяет ваш ум в отношении ваших братьев и сестер в церкви. Что вы думаете о ваших братьях и сестрах в церкви? Я слышал, как некоторые верующие говорят, я не хочу идти в церковь, потому что она полна лицемеров. Правда? Откуда вы знаете, что она полна лицемеров? Вы все знаете? Вы знаете все об этих людях? Когда вы слышите такие слова типа «все» или «каждый», вам лучше проверить истинность их. Потому что, скорее всего, эти слова от дьявола. Все люди, каждый, и в этой церкви все лицемеры. Если вы так говорите, должно быть, вы всеведущие. Вы серьезны в отношении этого? или это просто клевета? Это ветхий человек. Ветхий человек не любит своего брата, не может различить жизнь тела Христа, он не знает тайны Христа в теле Христа. когда ваш ум меняется, у вас есть другие мысли в отношении церкви. Мои братья и сестры дар для меня. Они помогут мне растить моих детей, они помогут мне. В моей жизни они останутся моими друзьями до конца. Мы достигаем мир Евангелием с моими братьями и сестрами, несмотря на то, что мы можем падать. Возрадовался я, когда сказали мне пойдем в дом Господень, общник, я всем боящимся тебя. Таков измененный ум. Четвертое. Мой ум меняется в отношении неверующих людей, моих соседей. Люди в церкви это мои братья, а люди в этом мире мои соседи или мои ближние. Что вы думаете о вашем соседе? Нужна ли им помощь? Слово ободрения? Слово назидания? Нужно ли им наше служение? Кто-то из соседей могут быть злыми людьми, как Каин убил своего брата Авеля. Павел молится и говорит, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера? Второе фессалентийцам 3.2. С другой стороны, как я могу судить о ближнем? Моем. Ему нужна помощь, нужен Христос, а мы служители для них. Пятое, Бог меняет мой ум о моем прошлом. И шестое, Бог меняет мой ум в отношении моего будущего. Вы думаете о вашем прошлом. Знаете, у меня есть фильтр в отношении моего прошлого. Возможно, что в моем прошлом были болезненные события, но они не определяют для меня мою жизнь. Христос дал мне свой ум и сердце, и Духом Божьим я вхожу в будущее. Мое прошлое не определяет для меня, кто я. Мое прошлое часть моей жизни, но оно не влияет на мою жизнь, потому что у меня измененный ум. Мы начинаем размышлять над словом, над тем, что говорит Бог. Что же в отношении нашего будущего? Оно так же ярко, как обетование Божие. Наше будущее наполнено Божьей целью, вечной целью. Наше будущее духовное будущее. У нас есть возможность помочь тем, кто в нужде, помочь нашей стране. Что я думаю о своей стране? Чем я могу помочь? помните, Джон Кеннеди сказал, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для вашей страны. Это похоже на духовное заявление. Думаю, это так. Это определенный склад ума. Я не думаю о том, что могу получить, но думаю, как Христос в этом мире, что я могу сделать для вас, я могу помочь семьям моей стране, моей церкви и миссиям. Итак, это первый пункт нашей проповеди. И я немного затянул вступление. И я даже не знаю, дойдем ли мы до книги Деяний 26 главы. Давайте продолжим. Измененный ум ему противостоят. Кто противостоит ему? Кто противостоит вашему измененному уму? Кто противостоит вашему измененному уму, который вы приняли по благодати Божией? Библия говорит, что у нас есть ум Христа, 1 Коринфянам 2,17. Кто противостоит уму Христа? Кто хочет, чтобы водитель грузовика был в тюрьме, разочарованный, раздавленный, негативный, ненавидящий, мечтающий о мщении? Кто хочет, чтобы его жизнь была разрушена? Кто такой этот убийца, вор и грабитель? Это дьявол. Кто хочет, чтобы водитель, дальнобойщик в тюрьме нашел совершенно другой путь мышления? Иисус Христос. Когда у нас есть Его мысли, у нас много радости. Там есть свобода, чистота, праведность. В книге Деяния апостолов 26 главе апостол Павел стоит перед советом. Этот совет был организован иудейскими лидерами. Римляне взяли его из толпы и привели его в Кесарию, чтобы защитить его. Но вот совет был организован и их желание было таким, чтобы Павел оставался безгласен. Они хотели, чтобы Павел оставил его служение, оставил его проповедь об Иисусе и чтобы он вернулся на свои старые пути. В пятницу в Вашингтоне прошел марш жизни. Многие из наших людей поехали туда. Тысячи людей шествовали маршем жизни и говорили о том, чтобы дети рождались, чтобы на аборты посмотрели совсем по-другому. никто не должен контролировать наше население. Никто не может принимать решения за молодых дам, которые попали в трудную ситуацию. Не пропагандировать свободную половую жизнь, где аборты являются частью программы. Мы живем другим умом. Мы говорим, что дитя в очреве это человек и он очень уязвим. Мы так думаем, но встречаем сопротивление. Мы обучаем молодых парней и молодых девушек, как жить, как вести себя, как любить, как слушаться своих родителей, как почитать своего отца и мать, а как насчет десяти заповедей. Они очень простые, не убивают. Зачем мне смотреть мультфильмы с убийством, фильмы с насилием, играть в игры, где всех друг друга убивают? Такова часть нашей культуры. Что вы думаете по этому поводу? Какие мысли у вас в отношении этого? У нас есть здравый ум, измененный ум, тот, который очень взволнован, об Иисусе Христе, который верит, любит и делится. Христос ведет нас и вместе с нами наших детей и внуков. Джеймс Корби пошел домой к Господу на прошлой неделе. Его семья такая драгоценная. У нас с ним замечательная история в служении. Он был директором нашей христианской школы много лет. Когда мы посещали его, мы видели, что он знает, куда он идет. Он был спокоен, он молился Господу, чтобы он умер во сне. Так и произошло. Бог ответил на его молитву. Когда ваш ум изменен, какова бы ни была страшна смерть, она для вас путь на небеса. мы оставим наши тела и встанем в присутствии Христа. Это измененный ум. Вы знаете, даже не знаю, 26-я глава книги Деяния, она такая большая, и у нас мало времени, но давайте начнем. Первый стих. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Знаете, что это дар для нас, когда мы можем говорить за себя. Много людей живут в этом мире, которые не могут говорить за себя, говорить за свои семьи, за свою страну, за идеологию. Мы обучаемся говорить за себя, говорить о том, во что я верю, что я думаю. Откуда это у вас? От Бога. Бог обучает вас, как думать и говорить о том, во что вы верите всем сердцем. Я верю в своем сердце, что в день он и я встану перед Богом и буду говорить за себя. Но как мне узнать, во что я верю и что важно для меня, если это не будет дано мне от Бога и вложено в меня? Вы получаете это мало по малому в церкви через чтение своей Библии. Будьте очень терпеливы в чтении Библии. Никогда не останавливайтесь читать ее. Бог будет говорить с вами через Библию и когда вы сможете и тогда вы сможете говорить за себя. Второй стих. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Когда у вас появляется измененный ум, кто-то обязательно будет обвинять вас. Вы можете услышать обвинения в школах, в университетах, профессор может сказать вам, аааа, это ты, рожденный свыше верующей евангельской церкви. Я знаю, что ты добр, но ты узколобый креационист, который не верит в науку и эволюцию. Кто-то сразу же готов обвинить вас, готов противостать вам. Они не понимают, о чем вы говорите. Я не узколобый. Я знаю, это, хотя обо мне так говорят. Я готов говорить за себя. Я знаю, что я ненавижу моего соседа. Я знаю, как я живу перед Богом с измененным умом. Третий стих. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Сегодня существуют эксперты соцсетей, эксперты в наркотиках, в гомосексуализме, в трансгендерных вопросах, в глобализме, в национализме, в религиях и идеологиях. Но есть ли эксперты в том, что Бог говорит через Библию? Кто-то возрастает в понимании Бога? Пропорция такая, один к тысяче Иова 33. Из тысячи только один может говорить о Боге. Когда пришел Иисус, Он был единственным, и у Него были последователи, которые следовали за Ним. Затем три тысячи поверили в Него, а потом все пять. Шестой стих. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога Отцам нашим. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Мне нравится восьмой стих. Неужели вы невероятным почитаете то, что Бог может взять мертвого человека и воскресить его из мертвых? Думаю, что более невероятное, что Бог берет сперматозоид мужчину и яйцеклетку женщины соединяет их, делит эти клетки триллион раз, и получается человек. Что более невероятное, рождение ребенка или воскресение из мертвых? Я не знаю, что сказал бы апостол Павел, но для меня рождение ребенка более невероятное, нежели воскресение из мертвых. 9 стих «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Я думал, что мне нужно действовать против Иисуса из Назарета, против Его имени, против Его последователей. Я шел против имени Иисуса. Я согласился на совете с Тобою, чтобы избавить Иудею от имени Иисуса, но 12 стих «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел Государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявшие меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражда». Я сказал «Кто ты, Господи?» Он сказал «Я Иисус, которого ты гонишь». Павел рассказывает Совету свою историю, невероятную историю. Они могут не поверить в нее, но Павел верил в нее. Павел видел Иисуса, он помнит это событие, он повторяет ее три раза в книге деяний перед своими противниками. Она освежа в его уме и его сердце. Саря Гриппа, это действительно произошло без вопросов. Фест, это так и было. Вы можете убеждать меня целый день, но не сможете переубедить меня. Я знаю, что произошло тогда, и знаю, каков я сейчас. То, кто я сейчас, намного лучше того, кем я был. Того, кем я был, Бог изменил по его благодати, потому что я поверил в Того, Которого Бог дал. Это просто. Зачем вы противостоите тому, чему я верю? Почему вы не замечаете плод в моей жизни? Почему не верите моему свидетельству? В этом мире есть власть, есть разные действующие лица, и также идеи, действующая гордость, и они всегда будут противостоять Иисусу. Так будет продолжаться до тех пор, пока Иисус не явится во второй раз. Это не перестанет, поэтому мы привыкли к этому. Возрастайте в вашей вере, становитесь зрелыми в вере. Мне нравится собираться вместе, я чувствую, что Бог говорит с нами из Библии, на наших собраниях, на библейских занятиях, на дискуссиях, мы готовимся встретить Христа. Так здорово будет, когда этот день наступит. Когда мы встретимся с Ним, мы скажем, да, я здесь уже был. Ангел скажет, ты никогда здесь не был. Я скажу, вы правы, я был на земле, но также на небесах. Когда ты был на небесах? Когда был в церкви, я сидел на высотах горних во Христе Иисусе, в то время, когда жил в этом смертном теле. Ну, конечно, ангелы знают это. Мы точно осознаем, что мы уже были здесь, потому что мы обучались, практиковали и знали, насколько ум Божий отличается от ума человека. Следующий стих 22. Но получив помощь от Бога, я до сегодня стою. Я хочу сделать ударение на этой фразе. Получив помощь от Бога, мы до сегодня стоим. До дня января 2020 года. Как вы так далеко забрались? Мы получили помощь от Бога. Как у вас получается продолжать? Мы получили помощь от Бога. Что это значит? Помощь от Бога. Дух Святой ревнитель в отношении нас. Он хочет, чтобы наш ум изменялся день за днем, чтобы у нас были правильные мысли о Боге, о самих себе, о друг о друге, о мире, в котором мы живем, о нашем прошлом и будущем. Получив помощь от Бога, мы продолжаем стоять до сегодня в очень трудное время. В эти дни люди более предпочитают смартфоны, нежели Библию. Кстати, так происходит и со мной, как с любым другим верующим. Вы можете находиться в своем смартфоне сколько угодно, это не мое дело. Но если Библия не вселяется в меня, если я никогда не успокаиваюсь Божьим присутствием, ценя Его присутствие, и обучаясь молчать, и различать Его руку, тогда я буду упускать что-то в моей жизни. 24 стих. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал. Давайте остановимся здесь. Фест громким голосом сказал. Фест сказал громким голосом. Почему? Двадцать четвертый стих. Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Итак, такая картина, и давайте изобразим это громким голосом. Павел, ты сумасшедший. Павел, ты слишком много был в библиотеке, среди книг. Ты безумный человек. Ты просто фанатик. Павел, мне напоминает это одну историю, когда тетя Уллы разговаривала с одним из наших американцев в Швеции. Улла сказала, что он не понимает по-шведски, но ее тетя стала говорить громче. по-шведски. Фест, Павел знает, что ты противостоишь ему, но у тебя другое мнение. Когда ты кричишь на Павла, это еще более понятно, что он прав, а ты нет. Ты можешь кричать, вопить, орать, запрещать, проклинать, плеваться, но все это не изменит этого человека. В сердце этого человека происходит нечто важное на протяжении многих лет. И это сильно отличается от того, что в твоем сердце и уме. Люди могут иметь другое мнение, но они могут быть неправы в отношении того, что они говорят. Это касается и нас. Но хорошая новость такая, что Павел прав, и по благодати Божией вы и я тоже. Мы несовершенны, но мы понимаем правильно. Гробница пуста, Христос воскрес, и Он влияет на нашу жизнь. 25 стих. Павел говорит, нет, достопочтенный фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Знаете, вы можете говорить шепотом, и люди получат утверждение. Вы можете говорить с людьми в воскресной школе, и люди получат убеждение. Я буду говорить с вами очень спокойно, но мои слова будут убедительными, мои аргументы будут убедительными, мой подход солиден. Я верю, и это очень здраво верить в Иисуса. У кого есть ответ на смерть, только у Христа? У кого есть ответ на мой грех, только у Христа? У кого есть ответ на мое будущее, только у Христа? У кого есть ответ на мое У кого есть ответ на мою жизнь? Только у Христа. 28 стих. Агриппа сказал Павлу, «Ты почти убедил меня сделать со христианином». Эта фраза на греческом так звучит. Кто более убедителен в своей речи? Тот, кто кричит, или тот, кто говорит ясные слова истины и здравого смысла? Агриппа сказал, «Павел, ты почти убедил меня сделать со христианином. Твоя речь, твое свидетельство». Давайте прочтем 29 стих. Павел сказал, «Молил бы я Бога, что мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих ус». Павел мог бы сказать, «Бог изменил мои мысли о нем и обо мне, и я желал бы, чтобы все были такие, как я». Я не думаю, что всякий человек может так сказать. Скорее, он скажет, «Я не хочу, чтобы вы были такими, как я. Я хочу, чтобы ты был, как я, без того и без этого». Я еще не пришел в такое состояние, чтобы сказать тебе такие вещи. Но не мы. У нас есть духовная жизнь по благодати Божией. Мы можем сказать в своем сердце, «Я желал бы, чтобы ты был таким, как я». Это звучит как гордое и надменное заявление. Но для нас это звучит правильно. Мы действительно хотим, чтобы благодать Божия сделала нас такими, какие мы есть. Мы то, что есть по благодати Божией. Мы хвалимся только Иисусом Христом. Он произвел изменения в нашей жизни и будет производить. Хорошо? Аминь. Спасибо, Господи. Отец, мы живем в мире невероятного конфликта, где встречаются два моря. В этом месте встречается измененный ум Христа и противостоящий Ему ум мира. Этот мир боится ума Христа. Он не понимает его. Он совершенно отличается от него. В нем есть Божье убеждение, праведность, вера. Такому уму противостоит ум этого мира. Часто это приводит в беспокойство людей. Но есть такие люди, как Агриппа, которые скажут, «Ты почти убедил меня сделаться христианином». Мы можем еще немного подтолкнуть Агриппу и сказать, «Давай, Агриппа, поверь в Иисуса, ибо это все не в углу происходило. Ты знаешь, что Он был распят на кресте вне Иерусалима. Ты знаешь, что гробница Его была пуста, и никто не нашел Его тело. Агриппа, поверь в Иисуса и будь как я». Возможно, в аудитории есть человек, который ищет новой жизни во Христе. Придите к Иисусу сегодня, поверья. Он простит ваши грехи, даст вам новое имя и новую жизнь в Нем. И вы будете тот, кто есть по благодати Божией. И Он даст вам дар вечной жизни, величайший дар от Сына Божьего вам. Скажите Иисусу, «Я верю в Тебя, Иисус. Спаси меня. Аминь».